здравствуйте уважаемые зрители подписчики нашего канала сегодня по вашим просьбам показываю устройство раскола для скота так его называют но назовем его по-другому это место где скот концентрируется и прогоняется для проведения обработок ветеринарных лечения для обработки копыт для каких-то погрузок на транспорт короче для какой-то работы со скотом первое замечание относительно такого раскола он должен быть расположен для вас удобно что это значит это значит что животное которое содержится в разных группах то есть например там нетели сухостойные коровы отбитые тёлки там бычки все эти группы должны пригоняться к месту нахождения раскола очень удобно у нас расположен не очень удобно вот у нас сухостой это еще более-менее мы сюда загоняем вот здесь дойные коровы мы должны делать для них проход из полипропиленовой веревки которые натянуты на столбиках для того чтобы они прошли ну имитировать имитировать им электроизгородь бычки вообще в другом месте тоже мы довольно далеко и неудобно гоним и также телочки короче располагайте раскол мой вам совет так чтобы к нему он находился как бы в центре всех всех ваших загонов отделений и так далее которых ферм где содержится скот разных категорий это первое замечание значит дальше как он устроен ну он устроена состоит из вот этого накопителя вот это первая такая полукруглая у нас такая загородка значит сделан у нас при помощи столбов 40 на 40 которые вотнуты трактором куном в землю значит потом к ним мы крепили доски вот такие вот 25 на 150 сразу скажу что это слабые доски и вот видите вот вы поломанное место это место где в определенном моменте когда сюда загнали скот когда они начинают здесь по кругу носиться одна из молодых нет или перепрыгнула и убежала вот поломала нам этот навес в загон вернее вот то есть нужно и делать его или из толстого металла ну то есть зашивать все каким-то металлом ну или 50 на 50 трубы или доски если доски то уж толщиной не меньше 50 ставить и вот таким вот образом делать ограждение ограждение должны быть высокая но самое меньше около полутора метров надо делать точно потому что молодые животные часто норовят перепрыгнуть через забор который им кажется маленький по высоте через забор который где-то будет самое меньше метр 50 метр 60 они уже не перепрыгивают так дальше значит теперь про устройство его дальше начну говорить значит вот первая воротина вот это воротина должна быть довольно широкая здесь у нас наверно метров три четыре пять шесть около семи метров ширина почему чтобы скот сюда заходил спокойно ну то есть не боясь ничего поэтому воротина такая довольно большая она у нас на колесике она перемещается вот и как бы когда ее надо открыть мы ее на час она пальто скользит вообще перемещается открываем и скот загоняем сюда сюда загоняем скот его я вам скажу в этом помещении где-то в этом загородке помещается где-то но не меньше 50 голов легко помещается дальше они у нас сюда заходит человек один это тоже не так не сильно безопасно и вот сюда у нас здесь есть поворотная такая воротина вот здесь столб центре и на нем держится вот это воротина которая вот так вот поворачивается видите вот для чего она мы ее так открываем сюда загоняется какая-то партия ну какой-то группа животных и вот так вот это в эти в этой воротиной мы их подгоняем вот они вот так вот идут вот вот так вот так этот стол закреплен вот такими трубами у меня чтобы он удержался вертикально так все и задача этой ворота не потолкнут потолкнуть животных вот в этот проход этот проход ведет к рамки фиксирующий теперь немножко про этот проход сразу скажу что сделан у нас неправильно потому что опыт показал что так делать его нельзя сейчас я туда пройду просто вот он должен быть непрямым чтобы животное не видели перспективу куда они идут они видят там рамку для них это препятствие они идут туда очень неохотно животные должны видеть спину впереди идущего животного они не должны видеть вот эту перспективу и поэтому или поворот они должны вот этого коридора видеть поэтому то этот проход должен быть полукруглым то есть он должен быть настолько полукруглым чтобы животное не видели перспективу вот и все дальше у нас здесь по ходу этого прохода установлены и весы вот здесь они стоят мы редко ими пользуемся вот весы надо делать так чтобы здесь и после весов и перед весами как бы весы могли ограничиваться какими-то палками которые бы здесь заде ставились за какие-то препятствия чтобы животное остановилась в этом месте вы могли его взвесить значит у нас из-за того что проход прямой очень часто приходится здесь кому-то находиться и толкать буквально животных чтобы они шли туда они не идут туда неохотно так когда они идут сюда у них есть два пути вот в этом месте здесь есть калитка которая открывается и животные могут идти или на вот туда на погрузку или вот сюда в раскол значит если они идут вот сюда в раскол то у нас здесь вот кстати есть калитки которые открываются для прохождения сюда ветеринара вот здесь как раз в этом месте находится задняя часть животного для забора крови вот здесь можно использовать вот эти все не крутилки мы делали для того чтобы обслуживать копыта коров поднимать ноги задние передние потом мы купили станок специальные австрийские для обработки копыт и уже вот этими приспособлениями всеми не пользовались ну хотя можно здесь разместить этот станок для обработки копыт значит теперь ну животное проходит сюда и вот здесь есть такая рамка которая вот при помощи раскрывается при помощи вот этого рычага видите вот рычаг сейчас я покажу ее устройство выйду значит рамка устроена очень просто при закрытом положении вот эти рычаги стоят прямо и они не дают раскрыться то есть не нужно никакой фиксатор вот а когда поднимаешь ручку вот здесь разъезжает здесь стоят подшипники вверху они разъезжаются то есть вот эти тянут вверх эти планки и все мне часто спрашивают и вы будете сейчас спрашивать даже не досмотрев видео какие размеры 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 делайте под себя я не скажу здесь здесь примерные размеры например есть коровы глубокостельные здесь у нас даже не пройти не могут есть быки большие которые несколько раз ломали вот эти трубы и ведь я уже такие трубы поставил ну уже как можно больше вот здесь внизу просто планки опорная чтобы вот это все дело вот так держалась ну все здесь ничего не сложного смотрите как устроена вот труба одна труба в другой трубе и тяга вверх поднимается это все тянется вверх и тянутся эти трубы вот и все животное попадает сюда шея зажимается и пройти не может и производится все обслуживания там эти тесты на туберкулез проводится если что скажу что нужно делать чтобы никаких вот таких вот промежутков не было почему вот когда гонишь сюда коров сюда же забегают и в телята которые идут за мамками телят можно не обрабатывать но у них по возрасту например там им не положено никакие обработки делать они сюда идут и они потом вот в этих вот всех дырках застряют очень большая проблема их вытащить и выгнать поэтому зашивайте делайте зашитыми еще что хорошо если у вас какая-то идет массовая вакцинация например от бешенства там идет автоматический шприц как правило и этот шприц очень быстро можно обработать всех животных чтобы не загонять каждую не держать вот здесь в рамке мы загоняем вот в этот проход они стоят ну сразу какая-то партия например голов 10 здесь помещается по моему может и больше и проходя вот вот в эти же щели производится их обработка желательно вот это зашивание не делать сплошным как у нас то есть должны быть какие-то промежутки но промежутки разумные чтобы то голову корова не просунула вот а промежуток для чего ну чтобы туда можно было работать с шприцом или автоматическим или одноразовым вот вот такое дело значит так как животное здесь идут и сильно здесь напирают на бока то здесь видите столбы сверху зашиты перемычками вот держится здесь все ну и потом если нужно животных выгонять на погрузку то вот эта калитка открывается вот сюда и есть проход туда только сюда уже они не идут идут на погрузку на погрузку сделан трап очень важно чтобы он был из толстых досок очень важно чтобы здесь были вот такие вот промежутки связывающие доски за которой корова цепляется копытом и не падает потому что представьте себе это все будет покрыто у вас испражнениями коровы мог скользко и здесь корова может упасть поэтому палки эти обязательно высота здесь должна быть ну по опыту мы сделали по высоте борта газели вот примерно так если машина какая-то с низким низкой погрузкой то есть прямо от земли грубо говоря то мы грузим вот здесь подъезжает машина задницы задней частью сюда и здесь грузим при работе значит у нас как получается несколько при загоне скота сюда конечно работает вся семья то есть мы кто-то стоит вот здесь преграждает путь коровам чтобы они зашли сюда в раскол кто-то держит ворота кто-то держит рамку кто-то подгоняет скот ну то есть это такое у нас очень такое нервное довольно и такое шепутное мероприятие мы ну от него потом долго отходим поэтому так но я вам скажу что при помощи этого раскола у нас мы очень легко так где-то может быть за часа за три прогоняем все все наши стадо у больше ста голов даже с учетом того что мы перегоняем их с неудобных мест где делаем проход там проход здесь проход делаем то есть это для забора крови или для вот прививок от бешенства лептоспироза там так далее вот эти все вещи мы так делаем то есть так эта вещь вообще я бы сказал в любом хозяйстве обязательная большая она или маленькая будет это другой вопрос но она нужна вот эти рамки вот вот эту рамку вы можете сделать сами вот я вам ее внимательно показываю рассказываю сейчас как она устроена смотрите внимательно не задавайте вопросы у меня просто банально простите меня нет времени вам все рассказывать я поэтому снимаю вот эти все видео чтобы вы сами видели повторяли его рассматривали со всех сторон и пытливый ум человека которому что-то надо всегда найдет для себя информацию о том как это что-то сделать это я вам сейчас показываю эту рамку мы делали такие рамки на заказ но я вам скажу что ничего здесь сложного нет а времени нужно много у нас как раз со временем большие проблемы много всяких дел нужно делать и на это отвлекаться мы не можем даже ради денег которые нам кто-то обещал бы заплатить за то что мы сделаем эту рамку вот ничего здесь сложного нет все можно сделать вот ну вот пожалуй все про раскол вот видите как тут столбик доска и к ней другие доски приделаны но я же говорю доски надо делать крепкие потому что это не дело мы сейчас будем ремонтировать вот нам нужно будет скот загонять мы будем сейчас это все делать зашивать восстанавливать а так чтобы было сделано раз и навсегда вот ну опять таки все это сооружение легко демонтируемая столбы здесь не не забетонированы все можно вытащить из земли и все перенести на любое другое место если у вас есть возможность то советую конечно вот это место где у вас собственно производится работа ветеринара может быть вот это и не надо вот именно где здесь идет работа желательно сделать над этим местом крышу потому что разное бывает бывает и жара бывает и метель и сильный ветер и дождь или моросящий лист вот такое ну конечно стараются в такие времена это не делать но если так попадет то желательно чтобы крыша над головой было ну и если у вас здесь идет обработка копыт то советую чтобы здесь было и электричество у вас проведено у нас электричество вот здесь в комбайновом навесе поэтому мы отсюда удлинитель легко сюда приносим а так вообще чтобы здесь где-то была розетка это неплохо тоже мой вам совет ну вот пожалуй все что я могу сказать про раскол и про его размещение но есть все это готовая продается за бешеные деньги можно все это сделать из переносных секций сваренных из металлических конструкций которые бы между собой соединялись какими-то быстросъемами можно и так сделать и такие продаются наборы но я вам скажу на мясном скоту вы это вообще не окупите на дойном стаде тоже ну их просто не знаю неразумно это тратить такие бешеные деньги на эти вещи все в америке это сильно развито ну в америке и кредиты люди берут под три процента на 40 лет вперед и потом внуки все выплачивают вот ну ладно вот такие дела вот такие мысли мои по поводу раскола всего всем доброго на этом у у меня по этой теме на пока все до свидания